К Новому году в Курске начали готовиться с середины ноября. На театральной площади установили главную новогоднюю красавицу. Ее уже нарядили. Местным жителям, кстати, не терпится окунуться в праздничную атмосферу. Это делать поярче, чтобы празднично было, чтобы красиво, чтобы душа вот просто наслаждалась этими моментами. Ну, я не знаю, вот деревья мне нравятся, когда светятся гирлянды, ну, на елке их много в целом. Очень красиво украшено там. Желаю, чтобы у нас город был самый красивый, самый замечательный, ничем не хуже, чем столица Москва. Рядом с главной елью города появятся инсталляции сосулек и новогодних шаров, светодиодные арки. К скорому открытию готовят и губернский каток. В первых числах декабря планируем завершить установку новогодних конструкций на территории всего города. И в парке героев гражданской войны появятся новогодние шары. В парке пионеров уже стоит арка сердца. В парке железнодорожников уже мы украсили часами и каретой с конями. В парке Дзержинского будет светодиодный фонтан. Также фонтан светодиодный появится на дорожных кольцах на Косухино и в сквере 16-й воздушной армии. Украсят не только театральную, но и площадь напротив Дома советов. Так, как и в прошлом году появится Красный лес. Концепцию разработали в региональном центре компетенций. За основу взяли мотивы сказки «Морозка». Кстати, еще одной праздничной локацией станет Первомайский парк. Там установят торговые ряды и фудтраки, а деревья украсят неоновой подсветкой и гирляндами. В оформлении пространства Красный лес будет установлен домик приемной Деда Мороза, который также внешний ее вид он будет отсылать к тому самому дому Морозка из сказки, из фильма. Там будут некоторые элементы, снежинки, льдинки, которые будут также восприниматься с этой вот ноткой. И в целом пространство в Первомайском парке тоже будет выполнено в этом духе. Всего на территории города установят около 100 праздничных декораций, а в Красном лесу появится более 120 живых елей. Все это планируют сделать до 15 декабря. Егор Горожанкин, Владислав Соболев, События дня.